Из-за коронавируса ГИБДД переходит на работу с водителями только по записи через госуслуги, причем на такой режим приема граждан переходят все регистрационно-экзаменационные подразделения Красноярского края. Теперь вопросы по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются исключительно по записи через единый портал предоставления госуслуг. Однако, как сообщают специалисты, в этом есть положительные стороны. Удобство, то есть ты приходишь, исключены живые очереди, приходишь к определенному времени, но помимо всего этого он же предоставляет услугу 30% скидки на госуслуги, которые предоставляет госавтоинспекция. То есть это помимо того еще и экономично. Подобные меры предприняли в многофункциональном центре Каннска. Живая очередь там есть, однако состоит она уже из тех, кому просто нужно забрать готовые документы. В здание люди заходят в порядке освобождения кабинок для приема. Некоторые из посетителей даже отмечают скорее удобство сложившейся ситуации, чем какую-то сложность. Да нет никаких проблем. Ни очереди, ничего. Проблемы возникают только у работников, когда некоторые из заявителей приводят с собой знакомых или родственников исключительно в качестве сопровождающих, чем создают некоторое столпотворение, на борьбу с которым и предприняты все меры. МФЦ работает с заявителями строго по предварительной записи. Выдача документов готовых производится в порядке живой очереди, но для того, чтобы сократить время пребывания в МФЦ и не находиться с множеством других заявителей, заявителям необходимо уточнять по готовности своих документов по телефону. Стоит отметить, подобные режимы вводятся повсеместно, поэтому перед тем, как пойти в какое-либо учреждение, лучше всего уточнить информацию по поводу его режима работы с помощью телефонного звонка, иначе можно столкнуться с закрытыми дверями. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.